Недопустимо русскому уподоблять себя еврею. Это убеждение скажется еще и на первом политическом процессе после сталинского СССР. Два советских литератора, еврей Юлий Даниэль под казачьим псевдонимом Николай Оржак и русский Андрей Синявский под еврейским псевдонимом Абрам Терц публиковали свои непроходимые через цензуру произведения за границей. Для Синявского было очень важно звучание, звучание слова. И вот ему очень нравилось вот это длинное слово «Абрам». И такой как удар Терц, как удар ножом. КГБ псевдонимы раскрыл и писателей арестовал. Потом следствие и суд. Затея с публикациями на Западе с самого начала авантюрная. Вот и псевдоним себе Синявский выбрал блатной. Абражка Терц, карманчик всем известный. А Сонька наша известна по Москве. Абражка Терц все шарил по карманам. А Сонька наша, та-та-та о себе. Не помню, что там она о себе. Пропаганда раздувает кампанию обличения оборотней. Синявского из-за псевдонима называют антисемитом. Высоцкий на это откликается стихами. Непонятно, кто хитрее. Как же он антисемит, если друг его еврей? Может быть, он даже был мужества немалого. Шверубович-то сменил имя на Качалова. Имеется в виду Корифим Хата. Актер, у которого Качалов псевдоним. До сих пор евреи переименовывали себя по-русски, а не наоборот. Даниэлю дадут пять лет, Синявскому – семь. За антисоветскую агитацию и пропаганду. И до приговора, и после находятся деятели культуры, которые открыто заступаются за отщепенцев. Проходит первая в СССР политическая демонстрация, устроенная не властями. В день тогдашней Конституции, Сталинской, 5 декабря 1965 года, на Пушкинской площади 200 человек требуют гласного судебного разбирательства. Их разгоняют уже через несколько минут. Зачинщиков увозят на допросы. Но теперь каждый год, 5 декабря, на Пушкинскую будут выходить инакомыслящие. Вот какой тут сложился ритуал. 5 декабря к 6 вечера на Пушкинскую площадь съезжаются люди. Поодиночке знакомые не здороваются друг с другом. Ровно в 18 часов те, кто демонстранты, снимают шапки. Их тогда все носили. Вот очень характерно. И этим демонстранты отличаются от просто прохожих в людном месте и от КГБшников, которых здесь, конечно, полно. Стоят так под памятником главному русскому гению, который в свой жестокий век восславил свободу и который здесь тоже с непокрытой головой. Можно ведь считать и потому сняты шапки в день Конституции, что основной закон мертв. И требования первых диссидентов к советским властям соблюдайте вашу Конституцию. Она же гарантирует свободу слова и свободу печати для Синявского и Даниэля. И свободу уличных шествий, митингов и демонстраций для их сторонников.